В зоне АТО сегодня стреляли реже, но почти час противник бил по украинским позициям в районе шахты Бутовка и Зайцево. Досталось защитникам Авдеевки и Толоковки, дважды армейцам приходилось открывать ответный огонь. Подробнее о ситуации на передовой Руслан Смещук. Это вот начинаем отсюда и туда уже дальше поедем. К нам на позиции там будет намного побольше, поинтереснее вот этих таких приходов. Каждый божий день вечером. С вечера начинается. Приморское направление позиции под оккупированной Новоласпой неподалеку от Волновахи. Земля изрыта воронками от снарядов. Армейские укрепления здесь с двух сторон поджимают позиции боевиков. В хорошую ясную погоду можно рукой выйти, друг другу рукой помахать. Видно очень хорошо. И вчера там был корректировщик, потому что вчера по нам они делали обстрел. Были хорошие попадания. Пока мы корректировщика не сняли, не убрали. Стреляют ночью, копают днем. Последние дни боевики активно укрепляют оборону. Используют как технику, так и окопные мины. Взрывчатку, которая позволяет создать целую систему блиндажей и окопов в голой степи. И очень быстро. Активизировались также вражеские диверсанты. Прошлой ночью военные обнаружили и заставили отступить две такие группы. Был туманчик и пытались пройти в тюрьм наш. Но вчера их выдвигнали, засуществовали стрелецкую зброю. Почти каждую ночь за заход у них прошла ротация. По словам военных, ротации подразделений боевиков прошли и на других участках фронта. Этим и объясняют эскалацию боевых действий в зоне АТО. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. Активизировались. Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Продолжение следует...